Почти два года идет полномасштабная война в Украине. Уже погибли десятки тысяч людей. Мирные украинцы и жители приграничных регионов России, военные ВСУ и российские солдаты. Сколько еще продлится эта война, неизвестно. Может год, может два, может и десять лет. Могут погибнуть еще тысячи людей и оказаться разрушенными тысячи судеб по обе стороны. Очевидно одно – это не закончится до тех пор, пока у власти в России находится Владимир Путин. Есть множество разных объяснений, почему то, что сейчас происходит, вообще стало возможным. Противостояние России с Запада, последствия распада Советского Союза. Ну или тот бред, который декларируют официальные власти, деноцификация и демилитаризация Украины. Все это является предметом обсуждения политологов, а когда-нибудь этот вопрос будут рассматривать историки. Но разбираясь в геополитических, экономических и других предпосылках войны, не стоит недооценивать другую важную вещь, а именно личность Владимира Путина. Путину власти давно, целых 24 года. За время его правления случилось множество катастроф и трагедий. Какие-то из них были несчастным случаем, происходили и чудовищные теракты. А некоторые стали итогом выстроенной Путиным коррупционной, безразличной к простому человеку системы. Показательно то, как на все эти ситуации Путин реагировал. Еще в самом начале стали появляться звоночки об истинном уровне человечности президента России. Со временем его реакции отшлифовали пиарщики. На смену неуместным шуточкам и ухмылкам пришли написанные спичрайтерами скупые слова сочувствия. На вооружение взяли и другую стратегию – полное игнорирование и замалчивание трагедий. Но уж точно Путин не становится с годами добрее и сострадательнее. Судя по тому, что происходит в соседней стране, все стало только в тысячу раз хуже. Давайте сегодня вспомним, как Владимир Путин решал кризисные ситуации и реагировал на трагедии нашей страны. Но прежде чем мы начнем, я попрошу вас поставить лайк под этим видео. А в комментариях можете написать, например, о чем бы вы хотели увидеть следующий ролик на нашем канале. Благодаря лайкам и комментариям видео попадают в рекомендации других пользователей, а значит набирают больше просмотров. Подписывайтесь на наш канал, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить выход новых роликов. Также нашу команду можно поддерживать финансово с помощью спонсорства и функции «Суперспасибо». А если вы живете в России и хотите отправить нам пожертвования, сделать это можно через криптокошельки. Все инструкции в описании к этому видео. 12 августа 2000 года. Последний год 20 века и первый год президентства Путина. Он в этот день уезжает в отпуск в свою сочинскую резиденцию «Бочаров ручей». А в это время в Баренцевом море терпит крушение атомная подводная лодка «Курск». На борту находится 118 человек. Подлодка участвовала в учениях Северного флота. По плану «Курск» должен был обстрелять условного противника торпедами без боевого заряда. Однако во время подготовки атаки в 11 часов 28 минут в двигателе торпеды взорвалась перекись водорода. Члены экипажа в первом торпедном и втором командном отсеках моментально погибли. Подлодка ушла на дно на глубину более 100 метров. Через 2 минуты прозвучал второй взрыв, куда более мощный, и уничтожил всю носовую часть субмарины. Взрыв был такой силы, что ударную волну зафиксировали в Норвегии. Большинство членов экипажа погибли. Однако в живых, в сохранившихся отсеках оставались еще 23 человека. Они подавались сигналы СОС и были уверены, что их услышат. Ведь вблизи было еще несколько кораблей, которые тоже участвовали в учениях. Однако спасательная операция начинается лишь через 29 часов. Отсеки постепенно заполняются водой. В них заканчивается кислород, повышается давление. С каждой минутой уменьшаются шансы на спасение выживших. Подводники как могут ведут записи почти в полной темноте. Фиксируют изменения обстановки или пишут прощальные записки женам. И продолжают выстукивать сигналы. Они поступают вплоть до 14-го числа. Об этом говорит бывший министр обороны Игорь Сергеев. Вы знаете, стуки были. 13-го и 14-го даже была составлена специальная картограмма, на которой мы получили короткий и емкий ответ. СОС. Вода. Это уже была оценка состояния людей, которые еще были живы, находились в отсеках. Очевидно, туда уже поступала или просачивалась вода. Игорь Сергеев, бывший министр обороны России. Уже потом, когда станет понятно, что возможность спасения моряков была упущена, эти сигналы станут называть механическими шумами или стуками непонятного происхождения. О произошедшем Путину сообщают только утром 13-го августа. Но он решает не прерывать свой сочинский отпуск. Позже он говорит, что сразу хотел поехать на место трагедии, но решил этого не делать. Прибытие в район бедствия не специалистов, чиновников высокого ранга не помогает, а чаще всего мешает. Все должны быть на своем месте. Владимир Путин. Весь мир, как и близкие моряков, узнают о катастрофе не сразу, только 14-го августа. Тогда же содействие в спасательной операции предлагают Норвегия, Великобритания и США. Но глава ВМФ от помощи отказывается. А вице-премьер Клебанов заявляет, что технические возможности нашего флота не хуже американских. Позже Путин все же принимает зарубежную помощь. И 21 августа норвежские моряки вскрывают люк 9-го отсека. Но уже слишком поздно. Только 22 августа, спустя 10 дней после трагедии, Путин встречается с семьями погибших. Он первый сообщает им, что их мужей и сыновей уже нет в живых. Еще он говорит, что спасательная операция началась через 4 часа после катастрофы. На самом же деле, почти через сутки, Путин уверяет, что у флота были спасательные средства, и что они были полностью исправны. Это тоже неправда. Спасательное судно и аппараты были устаревшими, и то и дело ломались во время операции. Меньше чем через месяц Путин приезжает в США. Там он встречается с тогдашним президентом Америки Биллом Клинтоном, и, среди прочего, обсуждает с ним и Курск. Несколько лет назад была опубликована стенограмма их разговора. Путин тогда подтвердил, что экипаж подлодки погиб достаточно быстро, и долгое время об этом не хотели сообщать родственникам. А также то, что шумиху вокруг произошедшего власти пытались замять. А потом Путин идет на интервью CNN к журналисту Ларри Кингу. Больше всего из этого разговора запомнились всего два слова, и сопровождающая их непонятная и неуместная ухмылка. Она утонула. По такому лаконичному ответу мало что узнаешь о катастрофе, но многое поймешь о Путине. Эту фразу припоминают ему до сих пор, и совершенно не зря. Сейчас, после нескольких развязанных им войн, убитых оппонентов и сотен посаженных критиков, стало понятно. Это был явный звоночек о том, что будет дальше. Репортаж о произошедшем выпустил тогда журналист ОРТ, сейчас это Первый канал, Сергей Доренко. Это был последний выпуск его программы на канале. После выхода сюжета Доренко отстранили от эфира и уволили. То, что он там сказал и как освещал произошедшее, очень не понравилось администрации президента, а может и самому Путину. Можно только констатировать, что все, что можно делать для спасения лутки и экипажа, все моряками предпринимается. Как вы знаете, наши партнеры в других государствах мира предложили свои услуги. Эта улыбчивая, озорная свита президента, особенно Примаков на фоне президента, дает неплохое впечатление об атмосфере добродушного веселья в свите президента в среду, 16 июля. Тогда же олигарха Бориса Березовского вынуждают передать государству его пакет акций ОРТ. И так, воспользовавшись трагедией, Кремль прибирает к рукам Первый канал. 23 октября 2002 года террористы врываются в театр на Дубровке, в Москве, где в это время идет мюзикл «Норд-Ост». В театре находится более 800 человек, среди них 121 ребенок. Боевики минируют здания и берут людей в заложники. Они требуют вывода российских войск из Чечни. В театре почти нет еды и воды. Людям не разрешают покидать зал, где шел спектакль. Туалет устраивают в оркестровой яме, и люди теряют сознание от жуткого запаха. С террористами разговаривают Иосиф Кобзон, врач Леонид Рошаль, Григорий Явлинский и другие публичные деятели, которым террористы дали добро на вход в здание театра. Также участвуют в переговорах депутат Госдумы и глава фракции Союза правых сил Борис Немцов. По его словам, к нему тогда лично обратился Путин и попросил на переговоры больше не ходить, объясняя это тем, что в момент чрезвычайного положения всю ответственность берет на себя президент. Но тогдашний глава АП Волошин прямо назвал Немцову истинную причину. Путин не хотел, чтобы вырос рейтинг оппозиционера, который берет на себя смелость говорить с террористами. В самом начале своего президентства Владимир Путин пообещал россиянам жесткую и решительную борьбу с терроризмом. Он не хочет идти по пути переговоров, как это пытался делать Черномырдин в 95-м во время теракта в Буденновске. Поэтому на третий день захвата Норд-Оста Путин лично принимает решение о начале штурма. По вентиляции в здание опускают усыпляющий газ. Он должен был ввести в состояние сна и террористов, и заложников. И дать бойцам спецподразделений возможность войти в театр. Всех террористов убивают, а заложников вносят на руках и носилках на улицу. Действуют спешки, поэтому обездвиженных людей укладывают неправильно, вплотную друг к другу и не проследив, чтобы ничего не мешало им свободно дышать. Важно, что состав газа был и остается неизвестным. Так что работавшие на месте медики не знали, как именно нужно обращаться с жертвами. В итоге во время штурма погибло больше заложников, чем от рук террористов. Всего жертвами теракта стали 130 человек. Из них 120 умерли от использованного газа. Владимир Путин же заявлял, что газ был абсолютно безвреден. А погибли люди от обезвоживания, хронических заболеваний и самого факта, что им пришлось оставаться в этом здании. Произошедшее на Дубровке решили расследовать в Госдуме. Однако Кремль был против парламентского расследования. Так что проводили его на уровне фракции СПС. Немцов пришел к Путину с закономерным выводом, что против тех, кто руководил эвакуацией, нужно возбудить дело о халатности. Но тот отнесся к этому максимально равнодушно и предложил, что называется, не ворошить прошлое. Он сказал, что этих людей уже не вернуть, они погибли, и расследовать я ничего не буду, и нечего будоражить страну. Я ему сказал, что это плохо, потому что если мы сейчас не расследуем, то повторится еще хуже история. Он сказал, ничего не повторится. В 2018 году, незадолго до президентских выборов, Владимир Путин вновь заговорил о Норд-Осте в фильме, снятом его предвыборным штабом. Но озвучил там совершенно другую версию. Внезапно начал фигурировать некий антидот, которого на всех не хватило. И это полностью не соответствует заявлениям о том, что газ был безвреден. Выжившие в теракте до сих пор испытывают проблемы со здоровьем. В 2011 году Европейский суд по правам человека признал, что гибель 125 заложников вызвала некачественная помощь после применения неизвестного газа. Также суд установил, что власти не провели нормального расследования событий. Норд-Ост стал одним из самых страшных терактов в истории России. И, как мы знаем, далеко не последним. Меньше чем через два года боевики захватывают школу в Северной Осетии. В их руках оказываются сотни детей. Требования у захватчиков все те же. Нападение на школу в Беслане происходит утром. Дети и их родители собрались на линейке в честь начала учебного года. В здании находятся более 1100 человек. Большинство из них ученики. Террористы врываются в школу, сгоняют всех в спортзал и минируют его. Несколько человек расстреливают. Заложникам не дают еду и воду. Они едят цветы, которые принесли для учителей. Детям приходится пить собственную мочу. Из-за адских условий и стоявшей тогда в Беслане жары, многие заложники на третий день начинают падать в обморок и бредить. На месте событий чуть ли не первыми оказываются журналисты кремлевского пула. Среди них тогда еще начинающая, но уже пропагандистка Маргарита Симоньян. Именно она в эфире ВГТРК на всю страну озвучивает заниженную цифру в 354 заложника. При этом в списках, которые составляли родные заложников и которые были переданы в штаб, значилось более 800 человек. Сейчас мы связываемся по телефону с нашим специальным корреспондентом Маргаритой Симоньян. Она находится на месте. Маргарита, какие у вас новости? Рассказывайте. Новости плохие. К сожалению, заложников не десятки человек, как вы сказали, не 120, как заявляли ранее. Буквально несколько минут назад к нам вышел министр внутренних дел Северной Осетии, и он сказал, что заложников, видимо, человек 300-400. На месте работает и Дмитрий Песков, тогда еще зам пресс-секретаря Путина. Он контролирует всех, кто общается с прессой. Его задача – не дать кому-нибудь проговориться, что заложников в реальности намного больше. Как мы знаем, карьеры Пескова и Симоньян после этого пошли в гору. Президенту такие люди очень нужны. Опыт Норд-Оста не заставил Путина пересмотреть тактику поведения в подобных ситуациях. Он все так же готов был пожертвовать сотнями жизней, лишь бы показать себя жестким руководителем, способным мочить террористов. По версии следствия, штурм школы, спецназы, военные начинают после того, как боевики взрывают две самодельные бомбы в спортзале, где находились большинство заложников. Однако показания выживших и независимое расследование указывают на то, что школу обстреляли из танка и огнеметов. Гильзы от танковых снарядов и тубуса нашли на земле рядом со школой и на крышах соседних домов. Еще днем 3 сентября большинство, более тысячи заложников, были живы. После начала штурма погибли 334 человека. Среди них 186 детей, два сотрудника МЧС и 10 спецназовцев. Не в первый и не в последний раз Путин решил использовать страшную трагедию в политических целях. Тогда он странным образом связал произошедшее в Беслане с выборами губернаторов и предложил больше их не проводить, а назначать глав регионов через президента. Вдохновители, организаторы и исполнители терактов стремятся к тому, чтобы дезинтегрировать страну. Стремятся к распаду государства, к развалу России. Убежден, единство страны – это главное условие победы над террором. И в этой связи полагаю, что высшие должностные лица субъектов Российской Федерации должны избираться законодательными собраниями территорий по представлению главы государства. Такой порядок просуществовал 8 лет. Позже прямые выборы губернаторов вернули в большинстве регионов. Ну а почему бы и нет? Фальсифицировать и мобилизовывать админресурс научились, можно и показательное голосование провести. Родственники погибших по сей день продолжают добиваться от властей правды о теракте и проведении нормального расследования. В 2016 году женщины, которые потеряли детей или близких в Беслане, пришли на панихиду по жертвам в футболках с надписью «Путин – палач Беслана». Но российские власти не способны даже на молчаливое сочувствие. Так что женщин задержали и оштрафовали. В 2019 году Путин назвал теракт в Беслане своей «личной болью». Он не уточнил, но, думаю, что речь шла о головной боли. Особого сожаления он не испытывал ни в момент, когда принимал решение о чудовищном штурме, ни после этого. Иначе как объяснить его поведение в годовщине теракта? Посудите сами. В сентябре 2014, когда с момента страшных событий прошло 10 лет, Путин полетел в Монголию, чтобы отметить 75-летие победы на Халхенголе. А в 2019 году, на 15-ю годовщину теракта, снова отправился в Улан-Батор на 80-летие победы на Халхенголе. Трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошла 25 марта 2018 года. Тогда из-за проводки загорелся 4-й этаж ТЦ. Пожар охватил развлекательные центры и кинотеатр. Из-за запертых эвакуационных выходов и заваленных лестниц погибли 60 человек, 37 из них – дети. Это самое начало третьего президентского срока Путина. Он и его команда уже вроде бы научились адекватно реагировать на серьезные происшествия и катастрофы. Путин достаточно быстро приезжает на место трагедии и объявляет национальный траур. Говорит с родными погибших и обещает, что виновных обязательно накажут. Вся страна в шоке. В России и по всему миру люди устраивают стихийные мемориалы в память о погибших в «Зимней вишне», несут цветы и игрушки. 27 марта кемеровчане выходят на митинг и требуют отставки вечного путинского губернатора Тулеева. Он тогда говорит президенту, что на митинг вышли только 200 бузатеров и что все это проделки оппозиции. На митинг приходит и нынешний руководитель, а тогда вице-губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Единоросс и муж племянницы Путина. Он в лицо родным погибших детей заявляет, что те пиарятся на трагедии. Площадь быстро отцепят, а участников акций запугают полицией. Аман Тулеев все же подаст в отставку только 1 апреля, и Путин ее примет, а ему на смену назначат Цивилева. Никакой нормальной рефлексии и существенных изменений в системе после «Зимней вишни» не произошло. В России все так же процветает коррупция, и руководством страны она только поощряется. А управлять Кузбассом Путин поставил еще одного удобного себе единоросса. Кемеровская область – главный угледобывающий регион России. Кузнецкий угольный бассейн, или Кузбасс, это одно из самых крупных угольных месторождений мира. Ежегодно там добывают более 200 миллионов тонн угля. Всего в Кузбассе действует 152 угольных предприятия, из них 39 шахт. На них трудятся тысячи шахтеров. Работа у них тяжелая, с риском для здоровья, и довольно опасная. В Кузбассе то и дело случаются аварии на шахтах. С конца 90-х погибли больше 500 шахтеров. И вот некоторые из этих трагических случаев. В 2007 году на шахте Ульяновская погибли 110 горняков. По версии следствия, руководство шахты изменило параметры оборудования и датчики не смогли зафиксировать опасной концентрации метана. Обвиняемые по делу о взрыве получили сроки от 3 до 6 лет. При этом директора Ульяновской Путин через два года помиловал. А владельцы шахты не понесли никакого наказания. В 2010-м авария на шахте Распадская. Прогремели взрывы. Погиб 91 человек. Трагедия произошла из-за стремления собственников увеличить добычу. Она превышала норму почти в три раза. Все фигуранты дела были освобождены от уголовной ответственности за истечением срока давности. А собственнику даже не предъявляли обвинения. Авария на шахте Листвяжная произошла совсем недавно, в конце 2021 года. Тогда погибли 46 горняков и 5 спасателей. По версии прокуратуры, в шахте взорвался метан. Работники Листвяжной знали, что уровень газа в шахте был превышен. А шахтерам, чтобы сбить показатели, выдавались датчики, проклеенные скотчем. Одна из главных проблем в том, что владельцы шахт никогда не несут никакой существенной ответственности. Вот, например, миллиардер Михаил Федяев, которому принадлежит Листвяжная. Его обвинили в злоупотреблении полномочиями и арестовали, но вскоре отпустили под подписку о невыезде. Теперь он спокойно гуляет на свободе и участвует в Z-мероприятиях. Путин выражает соболезнования жертвам погибших горняков, но не собирается менять систему, выгодную властям и владельцам шахт. Повышение требований к безопасности и новые технологии – это всегда большие траты для собственников, на которые крупные российские бизнесмены и олигархи идти в основном не готовы. И зачем, если в случае чего ответственность понесут инженеры или управляющие, но никогда не они сами. В 2020 году в Россию пришла пандемия коронавируса. Тысячи больниц экстренно переоборудовали под ковидные госпитали. Врачи работали на износ, сутками, без перерывов на еду и сон. Несмотря на все их усилия, многих жертв нового вируса спасти не удалось. Но сколько же людей на самом деле погибли? По данным Росстата, за 2020 и 2021 годы от коронавируса умерли 680 тысяч человек. Однако сомневаться в правдивости этих цифр заставляют показатели смертности. Издания «Холод», «Медиазона» и «Независимые демографы» подсчитали, что избыточная смертность за этот период превысила 1 миллион человек. И коронавирус Путин тоже решил использовать в своих политических целях. Во время пандемии вводятся ковидные ограничения. Под шумок борьбы с вирусом власти попросту запрещают митинги. Под этим предлогом после митингов в поддержку Навального в 2021 году завели так называемое санитарное дело. Тогда под домашним арестом оказались Кира Ярмыш, Любовь Соболь, Олег Навальный и другие оппозиционеры. Их обвиняли в подстрекательстве к нарушению санэпидемиологических правил. Это полный абсурд, но запреты на массовые мероприятия в связи с ковидом до сих пор действуют в ряде регионов. В Москве, например. Под этим предлогом не согласовывают в том числе акции жен мобилизованных. Забота Путина о россиянах, которые могут заболеть коронавирусом, ограничивается лишь митингами. И только теми, на которых ему задают вопросы. Ученые из Колкова давно доказали, что на митингах в поддержку президента коронавирус не передается. Про страшную угрозу вируса власти забыли сразу, как только Путину понадобилось принять поправки в Конституцию. Власти объявили, что пик пандемии пройден и наступило плато. Вот как удачно получилось. Ради обнуления президентских сроков по всей стране открыли десятки тысяч участков. Тогда же было опробовано так называемое выездное голосование. То есть багажники, камни и пеньки. Но, конечно же, куда больше, чем о здоровье россиян, Путин переживает за себя. До сих пор ради встречи с ним нужно выдержать двухнедельный карантин. Касается это и жен мобилизованных, и военных участников СВО, и высшего руководства страны. Все должны провести полмесяца в изоляции, чтобы, не дай бог, президент не заболел. А если вдруг это с ним все же случится, причин для серьезного беспокойства нет. Лечить Путина будут в центральной клинике лучшие специалисты страны. Это вам, не рядовой россиянин, умирающий от коронавируса. Путина, как Егора Доронина из Березовского, в коридоре городской больницы умирать не бросят. И, конечно, на коронавирусе не могли не заработать приближенные Путина. Больше всего повезло олигарху Сергею Чемизову. Его Ростех получил огромное количество контрактов на закупку товаров и услуг для борьбы с ковидом. Из выделенных 210 миллиардов рублей ему достался каждый десятый рубль. Сколотила состояние на ковиде и вице-премьер по социальной политике Татьяна Голикова. Она и ее семья заработали десятки миллиардов на вакцинах, в том числе на спутнике. Почти два года продолжается чудовищная полномасштабная война в Украине. Сколько вообще российских солдат погибли на этой войне? Последний раз Миноборона отчитывалась о потерях в сентябре 22 года. Больше года назад. Тогда Шойгу заявил, что погибли 5937 военнослужащих. Очевидно, что эти цифры сильно занижены. И не просто так их не обновляют уже больше года. Независимый подсчет потерь на войне ведут издания BBC и Медиазона. Им удалось подтвердить 42 тысячи смерти российских военных. И это только те, кого удалось поименно установить с помощью некрологов и новостей. Среди погибших есть и срочники. Сколько раз Путин говорил, что их на войну не отправляют. Ну вот, например, крейсер «Москва», на котором несли службу, в том числе срочники, участвовал в захвате острова Змеиной. А 14 апреля 2022 года он был затоплен после ракетного удара ВСУ. На борту находилось около 500 моряков. Повторюсь, среди них были солдаты срочной службы. Сколько из них погибли, точно неизвестно до сих пор. Родителям удалось через суд добиться признания погибшими только 17 человек. Они приезжали и в Севастополь, в штаб Черноморского флота, чтобы узнать у командования, что стало с их сыновьями. Мне пригласили капитана третьего ранга. Пытался меня убедить в том, что мой ребенок погиб. До этого мне сказали, что он утонул. 18 числа этот капитан мне уже рассказывал, как мой ребенок задохнулся. Он даже плакал. Он мне как кино какое-то рассказывал, что они тушили пожар в поте лица, у них маски на лице плавились, в дому задыхались, их рвало. И человек передо мной стоит ни одной царапины, ни одного ожога. Такой красивый, чистенький, ботиночки начищенные, рассказывает такие вещи. Я ему так и сказала. Я вам не верю. Многие родители так и не узнали, что произошло с их сыновьями. Власти постарались максимально скрыть все и от общественности, и от семей погибших. Всех заставили дать подписки о неразглашении и предостерегли от лишнего общения со СМИ. Что-то похожее сейчас происходит с кораблем «Новочеркасск». ВСУ ударили по нему незадолго до Нового года, 26 декабря. Корабль оказался полностью уничтожен, а погибнуть на нем могли десятки человек. Там также были срочники. Но точное количество мы не знаем. Российские власти не раскрывают эти данные. Вместо Путина об уничтожении «Новочеркасска» с общественностью заговорил глава оккупированного Крыма Аксенов. Он заявил, что погиб всего один человек и еще двое раненые. Но в эти цифры, конечно, никто не верит. Тех, кто пытается донести правду о происходящем, преследуют и пытаются заткнуть. Так советник Аксенова рассказал, что власти нашли тех, кто записал на видеопожар после прилета по Новочеркасску и обвинил их в работе на врага. До этого в Крыму преследовали пенсионерку, снявшую последствия ударов ВСУ по штабу Черноморского флота. И людей, которые опубликовали видео после удара по российской авиабазе в Октябрьском. Путину не нужна правда. Ему нужна картинка, где он великий военный стратег с самой сильной армией, не терпящей поражений. Ему плевать на своих солдат и их близких. Иногда он все же устраивает показательные встречи с семьями военнослужащих, но только с теми, кто не задает лишних вопросов. Жены мобилизованных, требующие вернуть своих мужей домой, никогда на аудиенцию к президенту не попадут. Он их просто боится. И это хороший повод напомнить, что мобилизация в России официально не закончена. Еще тысячи российских мужчин могут погибнуть в угоду путинским амбициям, как и тысячи украинцев, которых они отправляются убивать по приказу Кремля. Поэтому очень важно следить за движением жен мобилизованных и поддерживать их, даже если вам кажется, что их позиция неоднозначная или недостаточно антивоенная. Эти женщины пытаются пробиться через стену равнодушия и замалчивания, и им нужно помогать. Меньше чем через два месяца, 17 марта, в России пройдут выборы президента. Понятно, что выборами это можно назвать с очень большой натяжкой. Мы говорим это скорее по старой памяти. Настоящие оппоненты и критики Путина в тюрьме, многие политики-активисты в эмиграции. ЦИК постоянно выдумывает какие-то новые электоральные махинации, лишь бы получился нужный результат. Дистанционное электронное голосование демотивировало и отбило желание принимать хоть какое-то участие в выборах у очень многих россиян. Но важно все-таки на голосование 17 марта прийти и выразить свою гражданскую позицию. Надо использовать любую возможность сказать Путину «Все, хватит». Я знаю, что многих вдохновили очереди из желающих поставить подпись за Бориса Надеждина. Тысячи людей стояли на улицах в мороз, чтобы поучаствовать в, казалось бы, заведомо безнадежном, извините за такой каламбур, мероприятии. Все говорили, Надеждина ни за что не допустят до выборов и никогда Путин не даст забрать у себя власть с помощью выборов. Ну да, зато мы показали ему, что мы есть, нас много и после начала войны, тотальных репрессий и зачисток мы все еще готовы на какое-то активное действие. И что самое главное, мы показали это всей России, людям, которые сомневаются, боятся или думают, что они одиноки в своем стремлении к переменам. Следующей возможностью абсолютно законно и безопасно заявить о своих взглядах будут как раз выборы. И я призываю вас пойти 17 марта на участок и проголосовать за любого кандидата, кроме Владимира Путина. Абсолютно не важно за кого. Главное, чтобы имя кандидата было не Владимир, а фамилия не Путин. А уже сейчас можно активно поучаствовать в агитации. Пользуйтесь нашим телеграм-ботом «Агитируй Россию», там можно получить контенты и контакты россиян в мессенджерах. А если живете за границей, записывайтесь в нашу агит-машину. С помощью этого сервиса и наших скриптов можно звонить в Россию и убеждать россиян не поддерживать Путина и его войну. Ну и самое простое, но не менее важное. Повторюсь, приходите на выборы 17 марта и голосуйте против коррупционера, убийцы и диктатора, которому абсолютно плевать на народ России. Субтитры создавал DimaTorzok